Джулиан Ассанж. Человек, о котором говорят на всех континентах. Сейчас он самый известный узник самой большой тюрьмы Лондона. Благодаря разоблачителю американских тайн весь мир узнал, что творили военные во время операции в Афганистане и в Ираке. Как пытали в тюрьмах Гуантанамо и Абу Грейт. Публикации секретных досье стали сенсацией. Пентагон – верхушка американской элиты. Что грозит человеку, у которого такие враги? В репортаже Тимура Сиразиева о том, кто и как ведет охоту на Ассанжа. Как пишет Таймс, Джулиан Ассанж сейчас находится здесь. Это крупнейшая тюрьма Лондона Уансфорд. В ней содержат преступников, которые не представляют серьезную угрозу для общества. То есть здесь нет рецидивистов и маньяков. В британской прессе, правда, называют и другую тюрьму, где может находиться Ассанж, строгого режима. Но все внимание приковано именно к Уансфорд. Вот как выглядит здесь камера. Эти кадры сняли журналисты Би-Би-Си в 2016-м. Двухъярусная кровать и стол, стены расписаны. А в коридорах заключенные ведут себя как хотят, не обращая внимания на охрану. Даже распространять наркотики, говорят они, здесь не проблема. Журналисты за кадром в шоке. За семь дней мы видели здесь страх и насилие. Интересный факт. В этой же тюрьме сейчас содержится Джек Шепард, экстрадированный из Грузии. Его обвиняют в убийстве своей подруги. Шепарда арестовали только благодаря огласке в прессе. Об этом деле много писали и говорили. В итоге подозреваемый сам сдался полиции. То есть британские журналисты помогли раскрыть преступление. Но ведь тем же самым, по сути, занимался и Джулиан Асанж. В своих публикациях о самых грязных тайнах американской системы. Его арест не что иное, как пресловутые двойные стандарты, говорят эксперты. Всемирная лицемерие, которое Асанж обличал все эти годы, все ужасы, которые он вскрыл, которые он с начала 2000-х годов со своим Викиликс вскрывал и рассказывал миру, как на самом деле управляется мир, какой коррупцией погрязло все, как применяются пытки, как убивают мирных людей. Вот это все зло, которое он разоблачал, победило сегодня. Асанжа называют разоблачителем века. Каждая публикация становилась информационной бомбой. Вот кадры, как в Ираке в 2010-м расстреливают с воздуха журналистов и местных жителей. Переговоры в кабине вертолета поражают своей циничностью. Огонь! Поджарик! После такого трудно поверить в то, что американские военные якобы ошиблись, приняв видеокамеру за гранатомет. Викиликс показал, и какие зверства устраивали американцы в своих тюрьмах, разбросанных по всему миру. Это Гуантанамо. Здесь издевательства над заключенными санкционировали военные врачи. Вот одна из самых мучительных пыток. Человеку нечем дышать. Он глотает воду и теряет сознание. А потом приходит в себя, и все начинается заново. Как следует из документов Викиликс, таким зверствам подвергались сотни заключенных. Издевались над арестованными и в иракской тюрьме Абу Грейб. Вот рядовая Линдси Ингланд позирует на фоне раздетых до гола мужчин. Эти фотографии, как пытали обнаженных людей или натравливали на заключенных собак, попали в прессу еще до появления сайта Викиликс. Но именно Асанж, опубликовав так называемое иракское досье, почти 400 тысяч документов, доказал, что это были не единичные случаи, а целая система. Военное начальство не только знало об этих зверствах, но и поощряло их. Публикация досье стала крупнейшей утечкой военной информации за всю историю США. Многие преступления американского режима так бы и остались навсегда тайной, если бы не Джулиан Асанж. Это понимают даже в британском парламенте. В этой стране Асанжу вменяют нарушение условия выхода под залог. Но мы с вами понимаем, что это лишь повод. Настоящая причина задержания – это его журналистская деятельность. Он рассказал всем о массовых убийствах, убийствах мирных жителей, которым напрямую причастны администрации США. Именно поэтому его хотят экстрадировать в Штаты. Скотланд-Ярд арестовал Асанжа по запросу из Вашингтона. Есть ордер на экстрадицию в США. Викиликс опасается, что там Асанжа будут пытать. Так же, как его осведомителя – военнослужащего Брэдли Мэнинга, который позже сменил пол. Теперь уже Челси Мэнинг тоже под арестом, как пишет Нью-Йорк Таймс, за отказ давать показания по делу Викиликс. Но в чем главная разница между Мэнинг и Асанжем? Создатель Викиликс не гражданин США, не приносил военную присягу и не состоял на госслужбе. По сути, его преследуют только за то, что он, как журналист, обнародовал факты, которые стали ему известны. Это создает опасный прецедент для медиаорганизаций журналистов в Европе и других странах. Это означает, что любой журналист может быть экстрадирован для судебного преследования в США за публикацию правдивой информации о Соединенных Штатах. Асанжа поддерживают по всему миру. Его нельзя выдавать США, поскольку там существует смертная казнь, заявил Филипп Ляруш, президент Международной Федерации Журналистов. Эксперты считают, что на создателя Викиликс в Америке может быть тайно заведено еще одно уголовное дело, по которому приговорить могут к высшей мере наказания. Правда, как пишет британский Индепендент, рассмотрение дела об экстрадиции может растянуться на несколько лет. Тимур Саразиев, Дмитрий Волков, Борис Иванин, Евгений Леонов, Первый канал, Лондон.